Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я вам предлагаю вместе со мной потестировать средство бренда Luxe Visage. У нас будет сегодня очень много средств этого бренда, а именно мы с вами потестируем тональный крем Insta Look, пудру вот такую матирующую, целые три оттенка жидких теней Metal Hype, также у нас будут два геля для бровей, румяна, хайлайтер жидкий вот такой вот, тушь Be Crazy и также две помады. Матовая помада Pin Up и вот такая сияющая помада просто Luxe Visage без каких-то опознавательных знаков. В общем, если тебе интересно, то обязательно продолжай смотреть, а мы поехали! Итак, начать я вам предлагаю с тонального крема. У меня это крем Insta Look с эффектом бархатной кожи. Нам обещает производитель то, что тон будет скрывать несовершенство кожи, уменьшать видимость пор и мелких морщин. У меня это оттенок 30 натуральный холодный беж. Итак, на эту сторону я буду наносить, пожалуй, кисть, на другую спонжу. Вообще, насколько я знаю, данный тон должен быть довольно-таки кроющим. И раз нам говорят то, что Insta Look это средство называется, то вполне вероятно то, что этот тон будет давать эффект такой заполированной идеальной кожи на камере. В общем, давайте проверять. Ощущение от тона, кстати, очень приятное. Как я люблю в последнее время называть, ощущение водички на коже. Итак, нанесла я тон примерно в один слой. Кожа чуть-чуть липкая. Совсем капельку, видимо, тон еще не уселся. Нужно будет чуть-чуть подождать. В целом, какие-то покраснения перекрыты. Я их все еще вижу. Их все еще нужно будет перекрыть каким-то плотным консилером. Но в целом эффект не самый плохой. Тон выровнен. Это не полное покрытие. Оно среднее. И оно матовое. На эту сторону лица сейчас я буду наносить спонжем. Естественно, покрытие будет более легкое. Потому что спонж будет впитывать в себя средства. И, скорее всего, наверняка будет расход тона тоже больше. Ну, кстати, при нанесении спонжем тоже оказалось очень даже неплохое покрытие. Обычно покрытие и в половину не настолько плотное и не настолько перекрывающее, как при нанесении кистью. Но у этого тона довольно-таки все хорошо, должна заметить. Тон выровнен. Опять-таки, на каких-то проблемках, естественно, все же краснота проявляется. Но во всем остальном кожа выглядит довольно-таки неплохо. Все, я вернулась уже вместе с консилером. И теперь я вам предлагаю припудриться. Пудра у меня вот такая. Фиксирующая, транспаратная пудра. Она бесцветная и идет она, естественно, в одном оттенке. Очень много слышала про эту пудру. Ее все очень хвалят. Говорят, что она аналог какой-то люкс своей пудры. Честно говоря, не помню какой. В общем, давайте с вами смотреть, что она из себя представляет. Пудра мягкая, но не шелковистая. В этом плане пудра от эстрад более шелковистая на ощупь. Ну и на руке она, кстати, вроде бы не видна. И сухость, которая есть, небольшая на руке, вроде как не подчеркивается. Ладно, давайте проверять. Я нанесу сначала эту пудру под глаза, чтобы закрепить консилер. Теперь пудра в рефиле немножечко пылит. И сразу же нанесу на Т-зону. Ну, кстати, я еще не нанесла до конца эту пудру, но уже вижу то, что на Т-зоне, там, где у меня довольно-таки расширенные поры, присутствует небольшой блюрящий эффект. И вот здесь, вот в этой области, в этих маленьких треугольничках, пор как будто бы вообще нет. Есть какие-то покраснения, да. Довольно-таки неплохой, кстати, результат. И та пудра, которую я упоминала, от эстрад дает точно такой же эффект. Она тоже блюрит поры, но она, в отличие от этой пудры, непрозрачная. Она еще чуть-чуть с оттеночком. Дальше давайте нанесем гель для бровей. У меня два геля есть вот таких. Они из одной серии, но в разных оттенках. У меня оттенок номер два и оттенок номер три. В целом, по цвету второй и третий оттенок, вот по крайней мере на руке, не сильно отличаются. Просто второй более теплый, третий более холодный. Но какого-то суперокрашивания я пока не вижу. Это нужно проверять все-таки на совсем пустых бровях, на которых не будет карандаша. Но форму данный гель пока что укладывает неплохо. И, кстати, мне кажется, что здесь в кисточке, в составе, есть как будто бы какие-то маленькие ворсиночки, которые должны придавать такой объем бровям. Ну, либо же это кисть такая волосатая. За кадром я нанесла скульптор от бренда Estrade в оттенке 201. К сожалению, от Luxe Visage ни скульптора, ни бронзера у меня нет. И теперь я вам предлагаю нанести румяна. Они называются Silk Dream, и у меня это оттенок номер три. Румяна очень шелковые, очень мягкие, и они такие как будто бы полупрозрачненькие. Вот, посмотрите. Но при этом тушуются они, кстати, легко, и такое ощущение, что они дают, по крайней мере, на руке немного такой светящийся эффект. Очень интересные румяна. Они, знаете, они с одной стороны наносятся пигментированно, но с другой стороны как-то полупрозрачненько. Их можно как будто бы наслаивать и делать таким образом более какой-то яркий эффект. Дальше давайте пробовать хайлайтер. У меня вот такой вот жидкий хайлайтер Glow Touch в оттенке 102. Всего там два оттенка. Вот 102 и, по-моему, 101. Мой оттенок это золотистый жидкий хайлайтер. Другой оттенок это розовенький хайлайтер. Надеюсь, что я не переборщила. А нет, я переборщила. Срочно-срочно спасаем дело спонжем. Но при этом, заметьте, я хоть и переборщила, но интенсивность при помощи спонжа все-таки снизилась. Ладно, на другую щеку давайте нанесем другим способом. Сначала на руку, потом на кисть и только потом на лицо. Ну вот, смотрите, уже вышло гораздо лучше. Сияние есть, но при этом его не так много, чтобы прям как звезда сверкала. В общем, что могу сказать по поводу хайлайтера. На камере выглядит красиво, но в жизни все же я вижу здесь это сияние, полосу сияния. И эта полоса подчеркивает текстуру кожи. Вот прям, прям сильно подчеркивает. У меня поры довольно-таки расширенные, плюс вот здесь вот немножечко суховатая зона. И, соответственно, здесь очень сильно видна текстура кожи. Теперь, наконец-то, я вам предлагаю перейти к нанесению жидких теней. Я очень давно хотела себе приобрести эти жидкие тени. Еще с тех пор, как сняли NYX Venture с производства. Итак, люкс-визаж. У меня здесь три оттенка. Оттенок номер один. Давайте сразу же наносить и на них смотреть. Вот такой вот. Оттенок номер четыре. Если первый это оттенок именно такого шампанского, то оттенок номер четыре это скорее какое-то розовое золото. И оттенок номер шесть. Это коричневый такой красивый оттенок. Это даже не коричневый. Он называется античная бронза. И это просто фантастика, а не оттенок. Это просто красота. Я, честно говоря, даже не знаю, чем накраситься, каким именно из трех оттенков, потому что они все потрясающие. Ну что ж, я вам предлагаю нанести, наверное, оттеночек номер четыре на все века. Вот так вот утром раз-раз, бах-бах, пальцем растушевал. И, в общем-то, такой очень дневной, легкий, быстрый вариант макияжа у вас уже готов. Выходит красиво, но должна сказать, что при тушевке данного оттенка блеск все же съедается. Вот это вот свечение мокрое, красивое, оно уходит. Поэтому его лучше отдельно донаслаивать. И давайте эксперимента ради все же нанесем оттеночек номер шесть вот куда-нибудь в уголочек. Ну, в общем, выглядит прикольно. Думаю, я потом еще нанесу на все века только оттенок номер один и только оттенок номер шесть. И вставлю сюда либо видео, либо хотя бы фотографию, как это выглядит. И теперь я вам предлагаю нанести вот такую вот тушь Luxe Visage Be Crazy. У туши вот такая вот щеточка. И мне почему-то кажется, что тушь немного суховата. Ну, либо же мне кажется. В общем, эффект от туши очень повседневный. И это неплохо. Я люблю повседневные туши. Тушь удлинила ресницы. Тушь их немного обозначила. Но она не добавила, к сожалению, объема. И последнее, что нам осталось сегодня с вами протестировать, это помады. У меня одна вот такая вот помада Pin Up Ultra Matte и помада вот такая вот Luxe Visage в оттенке 62, непонятно из какой серии. Начать я вам предлагаю с вот такой помады Pin Up. У меня это оттенок номер восемнадцать. Очень вкусно пахнет какой-то, как будто бы жвачкой. Вот такой красивый розовый оттенок. Вот такой вот цвет выходит у помады номер восемнадцать. Цвет, на мой взгляд, просто, ну, очень симпатичный. И мне, на самом деле, очень даже нравится. Эффекта сухости пока что нет. И губы, ну, немного текстура губ подчеркнута. Да. Вот здесь вот такие вот есть прям складочки. Немножечко даже как у старухи. Так что эту помаду ни в коем случае нельзя назвать идеальной матовой. Но если не придираться, и если вот так вот близко к зеркалу не всматриваться, то выглядит красиво. В крайнем случае просто хорошо увлажняете губы перед нанесением подобного средства, и все будет выглядеть идеально. Итак, я стерла матовую помаду, и теперь давайте тестировать вот такую помаду в оттенке 62. Тоже розовая помада. Как видите, я фанат розовых помад. И эта помада уже не матовая, она такая сатиновая. И она как будто бы водичкой. В общем, оттенок вышел вот такой. Финиш очень глянцевый. Финиш даже, наверное, как у блеска. Эффект от помады очень комфортный. Губы как будто бы увлажненные. Губы как будто бы напитанные. И эффект очень сияющий. Если вы не любите блески, и если вы не любите очень сильное сияние на губах, то такая помада вам, скорее всего, не понравится. Потому что сейчас она очень сильно сияет все-таки. Но при этом должна заметить то, что есть у меня ощущение, что данная помада чуть-чуть забилась вот в складочке между губ. Такое ощущение, что вот там, где вот складочка, туда помада забилась, залипла. И там более яркий цвет. И такая образуется как будто бы полосочка более пигментированного цвета, нежели чем просто на губах. Итак, я все же вернула помаду Pin Up. Она мне понравилась по внешнему виду больше. И теперь я вам предлагаю быстренько пройтись по всему тому, что мы использовали в этом видео. Тональный крем Insta Look мне понравился. Вот вы знаете, он на удивление хорошо выглядит на коже. Он не запал ни в какие поры. Он хорошо лег. Он перекрыл большую часть воспалений. Он хорошо смотрится на камере и хорошо смотрится на зеркале. В общем, реально классный тон. Пудра матирующая вот такая тоже мне очень понравилась. Она не видна на коже. Она не дает эффект запудренности, но при этом она плюрит поры. Не знаю насчет того, как хорошо она фиксирует макияж. Все же это нужно тестировать не один день и не один час, чтобы сказать. Но эффект затирки пор, эффект такого заплюривания пор, он все же присутствует. И, соответственно, вам не нужно использовать никакие дополнительные, например, праймеры, чтобы этого достичь. Вы просто берете самую обычную дешевую пудру. Она мне обошлась 150 рублей. И хоба! Одним движением скрывайте все поры. У нас выглянуло солнышко, так что картинка стала слегка теплее, не удивляйтесь. Два геля для бровей. Пользовались мы только оттенком номер 3. Оттенок номер 2 точно такой же, только он более теплый. Волоски стоят на месте. Они немножечко опали вот на этой брови. Соответственно, фиксирующая способность у этого геля не мертвая. Но, в целом, вот на этой брови волоски все же сохранили свое положение. Эта бровь у меня в этом плане более легкая. Она более податливая. И, как я уже сказала, был оттенок от этого геля. И был небольшой объем от этой туши. Она действительно сделала волоски более объемными, более заметными. И брови в целом более такими, ух, такими, немного, как брови овчарки. Румяна Silk Dream. Очень красивый румяна, который дает именно такой вот немножечко светящийся эффект. Но это не сильно светящийся эффект. Это именно немножечко, совсем чуть-чуть светящийся эффект. Это одновременно и немного сияющий эффект, и матовый. Вот, в общем, трудно это объяснить, но выглядит красиво. Хайлайтер. Хайлайтер Glow Touch в оттенке 102. Ну, у меня какое-то среднее к нему отношение. Не могу сказать, что я его рекомендую, и не могу сказать, что я его не рекомендую. Стоило это средство бюджетно, соответственно, именно из этих соображений его можно приобрести и попробовать. Но лично на мне этот хайлайтер подчеркнул текстуру кожи, и это нехорошо. У меня кожа проблемная, у меня текстура кожи есть. Скажем так, у меня есть расширенные поры, поэтому для меня это критично. У тех же, у кого нет подобных проблем, и также у тех, у кого не сухая кожа, скорее всего, проблем с этим средством не возникнет, и все будет хорошо. Жидкие тени Metal Hype. У нас было три оттенка, одни мы протестировали, и два оттенка я еще постаралась показать просто на сводчих на глазах. Как бы сказать, я очень хотела, чтобы эти тени были аналогом теней NYX Lit Lingerie. В какой-то степени они действительно являются аналогом. Но у этих теней есть несколько проблем. Они прекрасны, они красиво смотрятся, они великолепно сводчатся, но когда вы начинаете их тушевать, как минимум половина оттенка, половина пигментации и убегает, половина свечения и убегает. В общем, очень аккуратно нужно их тушевать, и нужно их все же наслаивать слоев 2-3, чтобы добиться именно того эффекта, который вы хотите. В общем, тени мне понравились. Они определенно в какой-то степени являются аналогом NYX Lit Lingerie, но они тоже не без своих проблем. Тушь Be Crazy, она сделала ресницы более длинными, она хорошо их прочесала, она в основном не склеивала ресницы, хотя некоторые склеенные реснички все равно были, но она не придала объема. Выглядит это дело красиво, выглядит очень повседневно, это ни в коем случае не драматичный такой эффект. Обычная повседневная легкая тушь. В целом, за те деньги, что за нее просят, она неплохая. Но она не подкручивает ресницы, и, соответственно, если у вас ресницы очень прямо стоящие, то эта тушь, вероятно, не для вас. Ну, или же пёрлер вам в помощь. И, наконец, у нас остались помады. Вот такая помада Luxe Visage, она с сияющим финишем, она очень увлажняющая, но, к сожалению, на губах она сидит как-то средненько. Она немного западает в трещинки, в такие складочки, и выглядит как-то, ну, странно. Если промокнуть данную помаду, то она выглядит гораздо лучше, менее сияющей, но, опять-таки, ну, я не пришла в восторг от этой помады, и рекомендовать ее, честно, не могу. В то время как помада Pin Up, матовая, мне очень даже понравилась, она сейчас нанесена у меня на губах, она губы не сушит, она, ну, совсем чуть-чуть может подчеркивать текстуру губ, но, чтобы этого избежать, можно просто увлажнить заранее губы. Ну что ж, а на этом все. Если у вас есть какие-то идеи, какой бренд мне протестировать следующим, то обязательно пишите это в комментариях. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!